Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня последнее видео на моем канале в этом году Я решила специально добавить его именно 31 декабря Ну знаете такое, видео под салатик, чисто на фон, пока вы там чистите картошечку, ну или запекаете гуся И я решила снять такое видео, как и многие в конце года, косметические итоги 2020 года Но так как буквально на днях меня тегнули, а именно такой блогер как Helsinki Star Это просто потрясающая девушка с потрясающими макияжами Я обязательно оставлю ссылку на ее канал У нас с ней есть одна общая страсть и это любовь к ярким макияжам И она меня отметила в таком теге, как косметические итоги 2020 года По сути это то же самое, что я планировала снять, но немножко интереснее То есть там надо будет отвечать на вопросы И все девушки, которые причастны как-то к этому тегу То есть я имею ввиду, что там может быть вопросы придумывали Я обязательно отмечу их страницы, то есть я оставлю ссылки на их страницы и вы сможете к ним перейти Давайте я все равно посмотрю Она нашла этот тег у Victoria Try and Tell Надеюсь я правильно сказала, извиняюсь, если что-то не так Сейчас скажу И Lena's Beauty World 2019 Мы кстати подписаны тоже друг на друга Но для начала мне хотелось бы сказать кое-что по поводу самого 2020 года Потому что для меня этот год стал как некий толчок для моего канала И получается, что за все годы, сколько у меня существует канал Именно сейчас я его веду буквально вот от души Действительно каждое видео я записываю с большим желанием Мне хочется этим заниматься Потому что именно в этом году я решила, знаете, как реанимировать свой канал Потому что все это время он существовал Но душу в него я такую не вкладывала, как сейчас, наверное Также я познакомилась с большим количеством потрясающих людей Чему я несказанно рада Ну и конечно же именно в 2020 году я попробовала очень много косметики И давайте уже начнем, потому что что-то я засентиментальничалась Когда я смотрела видео Helsinki Star на эту тему, у нас с ней очень многое совпадало Так что я очень надеюсь, что я повторяться не буду Итак, первый вопрос Какой релиз больше всего запомнился? Я скажу, и мое мнение может отличаться от многих Это релиз с палеткой Наташа Динона Glam Palette Я даже скажу почему И дело не в том, что Наташа выпустила какую-то палетку с необычными цветами А дело в том, что она удивила всех тем, что она выпустила самую обычную палетку Потому что, как мы заметили, в последнее время бренды выпускали самые что ни на есть разноцветные палетки И с такими оттенками, и с такими оттенками А Наташа просто взяла и выпустила вот это Она нейтральная, это все понятно Даже для такого человека, как я, который очень любит делать яркие макияжи И в основном их и делает нюдовый макияж, все равно присутствует в моей жизни И лично для меня эта палетка отличная для моих вот этих целей Когда мне нужно что-то сделать быстро Как раз таки этот релиз мне запомнился тем, что никто не ждал, никто не ожидал, никто не предупреждал Я даже очень хорошо помню, как я узнала об этой палетке На тот момент планировала взять бронзовую палетку и думала, что вот, вот все-таки надо ее взять точно-точно Решила зайти в аккаунт Наташи Диноны И тут я вижу вот эту палетку, которую еще даже не показали, какая она внутри И написано, что через два часа будет известно Я ш... что? Но дело в том, что эта палетка очень долго была... не люблю это слово, но на хайпе Очень долго ее обсуждали Ну, в общем, я запомнила релиз этой палетки, наверное, больше всех в этом году Переходим ко второму вопросу Коллаборация, которая заставила сердце биться чаще Вообще, я коллаборациям достаточно холодна То есть оно вышло, и это как бы непостоянное, знаете, как свист просто вот Если говорить именно коллаборация, которая... за которой я прям, ну не сказать, что гналась Я хотела ее купить Я все эти коллаборации всегда обходила стороной, но здесь мне захотелось поддержать российского блогера Но я сомневалась, что у нас это будет продаваться И это коллаборация помады Max Natalina MUA, здесь у нас в Helsinki Start точно все сошлось, можно сказать Это именно та коллаборация, которую мне прям хотелось купить Сам оттенок, пуля, в общем, короче, короче, я это купила И, кстати, у нас эта помада появилась позже, чем в России Я уже думала, что ничего не появится, но она появилась И я, как поняла, ее было немного Тем временем, пока ваш гусь уже, скорее всего, в духовке, у меня третий вопрос Самый хайповый или хайповый? Самый хайповый бренд, по вашему мнению, не только по количеству, но и по качеству? Этот вопрос был с каким намеком? Ну, то есть, хайповый в негативном подтексте? Типа, хайп, но не стоит этого, в принципе? Ну, давайте я скажу так В этом году, на мой взгляд, очень часто мелькали такие бренды, как Fenty Beauty и Pat McGrath Ну и Наташа Динона, в принципе Ну, если говорить прям практически поклонение бренду, то это, скорее всего, Pat McGrath Потому что ее палетки и правда замечательные Ну, по крайней мере, мне понравилась очень четверка И дальше я уже останавливаться на этом как бы не захотела Действительно, в этом бренде есть какая-то эстетика и качество Само отношение к клиентам И это все вместе большой плюс Мне нравится в этом бренде, что не просто, вот знаете, упаковка так себе, а внутри классное качество Мне еще нравится, что у этого бренда есть идейность Ну, то есть, как-то заморачиваются с упаковкой Ну, Наташа Динона, в принципе, тоже, потому что у нее в этом году почему-то достаточно было релизов Шарлота Тилбери, кстати, тоже часто мелькала в этом году Например, если в прошлом году это была Анастазия Беверли-Хиллз, то в этом году это Pat McGrath Захватило просто сердца, я же говорила, что у нас совпадают ответы Переходим к четвертому вопросу Бренд разочарования года Вы знаете, для меня бренд разочарования это все в одном То есть, это не просто плохой продукт, но и отношение клиента в целом То есть, если у меня был плохой очень опыт, даже если продукт какой-то хороший То я потом просто не могу ничего покупать у этого бренда Потому что у меня, в принципе, такие неприятные ассоциации Даже если взять Шарлот Тилбери Ко мне пришла разбитая палетка, но проблему решили так быстро и без лишних вопросов Что у меня нету никакой плохой ассоциации Потому что я уже просто забыла, что палетка пришла ко мне какая-то не такая Если смотреть разочарование, то у меня, наверное, нет именно брендов разочарований Как сами продукты Потому что мне в одном бренде может как понравиться продукт, так и не понравится другой Поэтому как сам бренд разочарования Я не знаю просто, что должен ужасного сделать бренд, чтобы я именно считала сам бренд разочарованием Ну, не знаю Ну, как-то нет Скорее всего, если прямо само качество всего бренда упало И обслуживание, и в принципе продуктов, и упаковки То есть, они решили экономить абсолютно на всем Так что да, такого бренда разочарования у меня нет Пятый вопрос Бренд, о котором вы узнали в 2020-м, и вам захотелось попробовать продукцию от него Я, в принципе, могу что-то забыть, но в этом году я узнала такой бренд Или это в прошлом? Короче, я думаю, что в этом В этом году я узнала такой бренд, как Danessa Myricks И почему-то мне сразу же захотелось попробовать Потому что я уже повторялась Хотя, может быть, вы впервые на моем канале Я очень люблю косметику в тюбиках И все, что с этим связано с вот этой вот мешаниной Которую можно просто замешать самим в какой-нибудь оттенок Несмотря на то, что это достаточно бюджетно все выглядит И есть еще один бренд, который я узнала в этом году И сразу же захотела попробовать Причем, как захотела, так сразу и перехотела Это бренд Kaleidos У них, кстати, выходят хорошие продукты Потому что хайлайтер, например Вот этот мультихромный меня очень заинтересовал Но меня пугает вот эта вот долгая доставка Странное отношение к клиентам Кстати, у меня было нормальное отношение Поэтому не буду сама жаловаться Палетка Замечательная цветовая гамма Просто цены бы ей не было Если бы она не окислялась и не исчезала с глаз И, кстати, сегодня у меня на глазах частично эта палетка Но не полностью Дизайн потрясающий И вообще все классно в этой палетке Но только она окисляется Вот именно эти самые красивые оттенки окисляются Я даже не знаю, куда ее отнести К любимым или к нелюбимым Я все равно ею крашусь Я просто надеюсь на то, что может быть что-то изменится Но нет, конечно Бренд, о котором я еще узнала в 2020 году И захотела попробовать Это такой бренд, как Kaleona Я, кстати, так его и не попробовала еще Я, кстати, слышала, что там с Customer Service что-то... Мне нравится этот бренд тем, что у них, как сказать Уникальные, в принципе, можно сказать По сути, уникальные продукты Когда-то были У них очень красивая цветовая гамма И широкий спектр оттенков Вот этих всех мультихромов Дуахромов, глиттерных мультихромов То есть там вообще это все называется Как-то, знаете, закудрявлено, непонятно Но при этом смотрится все очень красиво Один кубик, там сколько? 20 канадских долларов 25, 15 есть Ну на наши это, конечно, выходит меньше Но все же Но также есть, кстати, бренды, которые Я тоже узнала в 2020 году Потому что они вышли в 2020 Но я их так и не взяла Например, One Size by Patrick Star Мне, например, вообще не нравится ни эстетика И ничего уникального, в принципе, я в этом бренде не вижу Ну, в общем, не привлекает он меня Шестой вопрос Бренд, о котором вы знали раньше Но попробовали только в 2020 году Ну, это, конечно, тема мне очень подходит Потому что у меня много ответов есть на этот вопрос В этом году я на самом деле попробовала много брендов Которые я знала еще давно Но почему-то решила попробовать именно сейчас То есть раньше я считала, что это не так уж и важно Но потом я поняла, что если так долго хочется То лучше попробовать И это такой бренд, как Tom Ford, например Я, конечно же, очень давно знала об этом бренде Но не решалась Я, наверное, цену больше не понимала Нежели чем она меня пугала Я не понимала восторга по поводу этого бренда И поэтому, собственно, особо на него не обращала внимания Года, наверное, два назад я уже обратила внимание на него То есть я такая Это что-то интересное И уже год назад все Я точно начала хотеть многое от этого бренда Например, помаду И вот палетки мне захотелось попробовать Есть еще один бренд, с которым я познакомилась лично в этом году А так знала о нем, в принципе, уже давно И это Charlotte Tilbury тоже не решалась никак попробовать ничего Все думала, стоит, не стоит Нужно, не нужно, понравится или нет Ну, в общем, как обычно Я, кстати, не жалею, что я попробовала Charlotte Tilbury Очень многое мне понравилось Я с удовольствием буду пробовать другие продукты от этого бренда Переходим к седьмому вопросу Самый желанный продукт В скобках не обязательно куплен Нет-нет-нет, у меня это куплено Pet Magrat Divine Rose Но она же такая красивая От дизайна упаковки до дизайна самой палетки До цвета... Так, опять не там открыла До цветовой палитры Несмотря на то, что я готовлю полноценный обзор на эту палетку Я уже ею крашусь Да я даже не знаю сколько Каждый день почти беру ее в руки Она начала конкурировать с вот этой палеткой Я сейчас имею в виду обычные, например, дневные, да, макияжи повседневные Есть у меня на примете еще палетки от Pet Которые я хочу попробовать Плюс еще весной мне очень интересно, что же выйдет Но на самом деле есть еще одна желанная И это палетка Tom Ford Которую я еще с прошлого года хочу, да А это, получается, я захотела только в этом Обзор, кажется, уже не нужен И так все понятно Но также у меня есть желанный продукт в уходовой косметике Это крем-тача, который я хотела тоже очень давно Ну не мечта, конечно Восьмой вопрос Самый любимый продукт года В скобках Бывший в использовании Может быть и уход, и декоративная косметика И это очень сложно, знаете ли Потому что я могла бы сказать, что это вот эта палетка Наташа Динона Глэм Я также могла бы сказать, что это палетка Пэт Маград Инерстеллар Айкон Ну и, конечно же, палетка Девайн Роуз Тоже входит в эту тройку Но если уж выбирать Я бы, наверное, выбирала среди этих двух Возможно, даже вот эту выбрала бы Девятый вопрос Самая красивая палетка года Я считаю... Блин, это просто уже невозможно Я считаю, что самая красивая палетка Она просто, понимаете, попадает под все запросы Поэтому кажется, что вот просто я трясу этой палеткой везде Но, чтобы разбавить это все Я хочу сказать, что еще есть красивая палетка На которой стоит воробушек Я, кстати, никогда не показывала этих воробушков вблизи Вот такие у него бубенчики Справедливости ради Палетка Джеффри Стар Блад Мани Я считаю, что это очень красивая палетка Я хочу отметить, что красивая была не только палетка Как и все оформление посылки Это действительно очень похвально Немногие бренды могут этим похвастаться Максимум, что делают бренды, это брендированная коробка Вот эта вот, сама посылочная Так сильно заморачиваются, как заморочились Джеффри Стар Ну, совсем мало таких брендов Следующий вопрос Десятый Провал года Продукт, который вас разочаровал Меня разочаровала палетка Huda Beauty Purple Haze Меня также разочаровала тональная основа Wet n Wild Photo Focus Foundation Dewy Который я, ну, не знаю Ну, наверное, я не знаю Сегодня я хотела, потому что Показать его в разочаровании года А потом я подумала, что я не буду делать видео В разочаровании года Поэтому вот покажу я ее сейчас вам Это правда провал Вот провальный провал, который Провал всех провалов Прямо, вот не могу Это действительно не очень Я уверена, что есть еще продукты Которые прям вот Тоже мне не понравились Но Я прям вспомнить почему-то Не могу Так что да, прям провал Именно вот Все вот прям вообще Я хочу просто избавиться от этой палетки Это палетка Purple Haze Huda Beauty Которая вообще вот Толку от нее Что она у меня есть Что от нее нет Это, я считаю, провал И последний вопрос Одиннадцатый Что вы считаете трендом 2020 года? В скобках В макияже или в уходе? О, я считаю, что в этом году Были очень популярные Мультихромы Дуахромы Люди в этом году Очень много делали Ярких макияжей Видимо, как-то Хотелось скрасить Эту жизнь Потому что год был, в принципе Достаточно морально тяжелым Поэтому, мне кажется Людям хотелось как-то себя Поднимать себе настроение Как-то скрашивать Эти серые будни Многие прям гнались Знаете, даже вот эти Инди-бренды Которые создавали Дуахромы Даже у них везде там Out of stock Sold out То есть в этом году Прям Это был Дуахромный такой год Ну и еще Мне кажется, что в этом году Было больше трендом Уходовая косметика Нежели Декоративная Я заметила, что В этом году Вот эта тенденция Больше ухаживать Кстати, я это очень поддерживаю Потому что прежде чем Красить что-то на свое лицо Нужно изнутри тоже Чтобы это все было здорово Ну то есть Сама кожа должна быть Чистой, здоровой Ну, в общем Это были все вопросы Я надеюсь, что вам Понравилось это видео Что вы хорошо провели время Если вы, конечно, не заняты тем Что вы запекаете гуся Ну или пока он запекается Вы можете это написать Мне было бы очень интересно Узнать, какие у вас Все-таки фавориты этого года Ну и, конечно же Я хочу пожелать вам Счастливого Нового года Потрясающих выходных Чтобы этот год начался у вас С самого первого дня С счастливой ноты Я хочу пожелать Чтобы в следующем году Ну, во-первых Чтобы все было у всех хорошо Ну и, конечно же Чтобы бренды Радовали нас хорошими релизами Чтобы создавались те продукты Которые будут просто Годами популярны Которые будут легендами Поэтому я хочу пожелать брендам Чтобы они меньше распылялись На вот эти маленькие коллаборации Которые лимитированы Чтобы больше опирались На качество, идейность Чтобы было правда интересно Чтобы нас как-то это заинтересовало Ну а мы увидимся с вами Уже в следующем 2021 году Поздравляю вас с наступающим Ну или уже с Новым годом Который, не знаю Наступило или нет еще Когда вы там смотрите это видео Всех целую Обнимаю Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok